Местная школа для детей с нарушением слуха была запущена в 1990 году. В настоящее время в ней обучаются 103 ребёнка, из них 72 учащихся с инвалидностью и 19 с кахлеарным имплантантом. Когда здесь открылись первые группы, тоже для детей с нарушением речи, я пришла сюда работать. Я работаю педагогом-психологом именно с детьми нулевых классов с нарушением речи. То есть всё направлено на то, чтобы выпустить детей в первый класс. Нарушения разные. Нарушения от самых сложных нарушений, когда ребёнок приходит у нас без речевой совершенно. И ещё сопутствующие. Задержка психического развития. Сенсомоторная аллалия. Очень много нарушений, которые очень сложны. Они как и по дефекту, и по коррекции. Что спасает таких детей? Кахлеарный имплант – это электронное медицинское устройство, которое функционально замещает повреждённое внутреннее ухо. В отличие от слуховых аппаратов, он выполняет работу повреждённого внутреннего уха по передаче звуковых сигналов к мозгу. Как ты меня слышишь? Хорошо? Молодец. Как тебя зовут? Меня зовут? В каком классе ты учишься? В 3 классе. В 3 классе. Молодец. В 3 классе. Здание школы было построено в 1963 году. И с того момента здесь никогда не проводили ремонт. А в прошлом году при поддержке местных исполнительных органов проведён ремонт внутри здания. По дорожной карте на 55 миллионов был сделан ремонт школы. Хочу сказать, что эта школа – приспособленное здание. Мы думаем, что в будущем для нас, для наших детей с нарушением слуха построить специальную, специализированную школу. Приобрели звукоусиливающую аппаратуру на 90, на миллион 50. В этом вам продемонстрировали. Есть медицинский корпус. Питание у нас балансированное, пятиразовое питание. По постановлению от 2012 года, 320-е постановление, ежегодно наши дети и инвалиды, для детей наших инвалидов, приобретаем мягкий инвентарь. То есть это одежда, зимняя одежда, обувь. И ежегодно они это всё получают. Самое главное для особого ребёнка – социальная адаптация. Работа с педагогами и контакт с детьми может помочь как можно быстрее избавиться от симптомов задержки психического развития, отмечают специалисты.